Приветствую вас и вашу проблему, проблема связи матерь-ребенок, можно условно разделить на несколько составных частей для того, чтобы было проще, понятней ее решить. Первая проблема, первая часть проблемы, это ваше чувство вины, чувство вины провоксирует восприятие ребенка как средство для возвращения в себе доброго имени. Фраза является условной и не нужно понимать ее буквально. Возвращение в себе доброго имени означает, что вы с помощью ребенка пытаетесь загладить те моменты, за которые чувствуете себя виноватыми. И когда вы делаете что-то против этого, чувство вины усиливается. Сама по себе является следствием неуверенности в личных решениях, поступках, поведении и прочее. Соответственно, раз есть и присутствует неуверенность, то люди вокруг, в том числе и ребенок, этим пользуются. Особенно, что касается взрослых, и не особенно, что касается ребенка. Почему? Потому что, именно говоря про ребенка, он чувствует рычаги давления на вас. И не понимает, почему он не может этим рычагами давления пользоваться. И в итоге делает то, что сделал бы, наверное, любой человек его возраста на его место. Просто потому, что у него еще нет моральных норм, моральных устоев, моральных препятствий, рамок, которые не позволяли бы ему выходить за них. И вот именно эти рамки вам инуюно развивать, воспитывать, прививать. Но сперва, для начала, восстановить уверенно в себе, решить свои внутренние проблемы и конфликты. Для этого необходимо проработать, вероятно, отношения с вашими мужчинами. В частности, с первым мужем, так как вы написали, что у вас второй брак. Значит, с первым мужчиной, с первым мужем, у вас отношения не сложились и, возможно, вы получили некоторую психотравму в результате этого. Что и послужило причиной для обвинений в себя. Обвинение в себя – это, как я уже сказал, следствие неуверенности в себе. Значит, нужно эту неуверенность в себе устранять, внутренние конфликты решать, приходить в гармонию с самой собой. И тогда вы сможете адекватно воспринимать своего ребенка, не видеть в нем средства заглаживания вины. Ни перед собой, ни перед ним. Потому что это, ну, сами понимаете, неправильная установка для воспитания ребенка. Следующий момент, о котором нужно сказать, заключается в том, что сыну, мальчику, 9 лет. Конечно, еще не подросток, но уже и не малыш. В этом возрасте, как и правильно сказала Лидия, нужно прививать ответственность. Но ответственность нужно прививать определенным образом. Значит, во-первых, донести до ребенка тот факт, что вы не будете на него кричать, не будете на него ругаться, не будете как-то его наказывать или чего-то лишать. Откровенно, ярко выразил заход, то он делает что-то не так. Но вместе с этим, вы не будете ему помогать в том, что он не хочет делать сам. В том, что он должен делать сам. И его действия будут прямо влиять на то, что он будет получать от вас. Например, урок я сделал, получил там, скажем, компьютер или планшет, или сладкое, или что-нибудь такое. Не сделал урок, получил плохую оценку и так далее. А этого ничего не получил. Но при этом, вы не ругаетесь с ним, вы не считаете ему на процессе, но вы и не помогаете, и не даете ему то, что он хочет. Отсутствие того, что, отсутствие получения того, что ребенок хочет, купе с четким пониманием, что ему нужно, позволит проследить, в общем-то, неслотную связь между тем, что нужно выполнить определенное, чтобы что-то получить. И именно так, формируется осознание мира, как следствие, совакуумность, последствий своих действий. Ребенок, в данном случае, ощущает, что вы никак не будете способствовать необходимому, обязательному появлению у него каких-либо благ, и что все зависит только от него. Вот это понимание постепенно нужно воспитывать. И, безусловно, это требует времени, безусловно, это требует терпения, что возможно, лишь в том случае, если вы решите свои внутренние проблемы. То, о чем я сказал в начале. Без этого условия, ситуация, когда ребенок будет плакать, будет капризничать, а это, безусловно, будет, пока он не поймет, что вы своего решения не измените, и почувствуете, что у него нет другого выбора, вы будете чувствовать себя виноватыми. И ребенок это почувствует, и будет давить на вас в ног и в ног. Тем самым возвращая вас к тому, что мы делали изначально. Ну и, наконец, последнее, о чем хочется сказать, это то, что сыну, то есть мальчику, то есть будущему мужчине, необходимо общаться с мужчинами. С мужчинами старше него, с мужчинами, имеющим хоть какой-то авторитет, на которых бы он равнялся, которые бы ему высказали свое авторитетное мнение, ради которого он бы захотел стать лучше. А это значит, что к общению с ребенком нужно привлечь мужскую часть вашей семьи. Это может быть кто угодно, но это очень важно, чтобы мальчик чувствовал именно мужское отношение, мужскую жесткость, и понес понимание того, что мужчина сказал, мужчина сделал, и, как бы, мужчина несет большую ответственность за свои поступки. А также классическое, что мужчины не плачут, мужчины не жалуются, там, и так далее. Потому что общение сына только с вами, то есть с матерью, которая испытывает к нему слабость, в принципе, не способствует формированию у него чисто мужских чел. и вы уже могли это сами заметить. И это, к сожалению, не то, чтобы нормально, но это естественно, ведь мы женщина. И как женщина, вы не можете дать ему что-то мужское, вы не можете заменить ему отца. Вы и не должны заменять ему отца, но мужское, внимание, мужское отношение нужно принимать. И сделать это способит только мужчина. И потому вам, вот, когда и если вы привлечете мужчину к взаимодействию с ребенком, вам нужно еще сделать так, сказать мальчику, что вот теперь, вопросы связаны с учебой, с получением каких-то, значит, подарков, игрушек, сладостей и так далее, все это связано вот с этим мужчиной. Вот Тон, если посчитает нужным тебе что-то дать, если ему покажется удовлетворительно, твоя учеба, твое поведение, он тебе это дал. Если нет, то не дал. И ты теперь имеешь дело не со мной, с мамой, а с ним. А с ним, простите, уже не покапритничать. С ним, простите, права уже не покачать. У мужчины все четко. Сделал, получил. Сделал, получил. И важно, чтобы у ребенка не осталось другого выбора. Чтобы он не мог обратиться к вам в случае неудовлетворения, чтобы он не мог обратиться к вам, если ему потребуется помощь тогда. Поговорить, да. Побыть с вами, да. Но нереально обратиться за помощью. И вот соблюдение всех этих моментов, придерживание этого, и приведет к тому, что вы не испортите жизнь своему мальчику, а нам напротив, научите его важным чертам мужского характера, мужского поведения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его, пожалуйста, лучшим. Буду благодарным. Пока, желаю вам всего доброго.